Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! У нас сегодня в гостях Борис Мельник, человек, который занимается аквариумами, то есть вот эти большие красивые аквариумы с красивым декором, с красивыми рыбками. Ты все организовываешь, чтобы оно и жило, и гармонично смотрелось в квартире. И хорошо функционировало, правильно функционировало. Скажи, сколько лет ты уже этим занимаешься? Ну, лет 15, наверное, уже аквариумами занимаешься. Постоянно. Крайне редко встречаешь людей, которые занимаются таким делом. Потому что у меня рыбки, например, вообще бедные, поздыхали. Не умею я с ними обращаться. Скажи секрет хорошего аквариума. Самое главное в аквариуме – это азотный цикл. То есть это совместная работа рыбок и бактерий. То есть если все правильно настроено, если все правильно сделать, то никаких проблем аквариум больших не создает, в принципе. Насколько я знаю, ты делаешь аквариумы и с морской водой, то есть там рыбки. Морско-живущая и пресная вода. Разница между ними, кроме соли и йода? Ну, глобальная разница. То есть там все совершенно разно. Сложнее содержать, да? Да. Морская вода по химическому составу более сложная. И фильтрация там происходит не за счет какого-нибудь приспособления, а там живут бактерии на живых камнях. То есть живой камень – это старый скелет кораллов, спрессованный годами. То есть он вылавливается только в дикой природе, его там искусственно никак не синтезировать. То есть без живых камней, в принципе, морской аквариум организовать не получится. Зависит еще качество, то есть откуда поставляется. У меня, допустим, дома в аквариуме из Индонезии камни. Кто-то там Таиланд берет, кто-то еще что-то. Песок из Израиля, допустим, живой заказывался. То есть я ночью поехал отдохнул, бегом камень с собой и привез? Нет, такого делать нельзя, за такое больно бьют. По кошельку в основном. Там штрафы тысячи долларов. В основном это все специальные исследовательские центры, они получают разрешение на исследование. И чтобы оправдывать себя коммерчески, они потом часть это продают. То есть там разводят кораллы, размножают их, выбрасывают их в коммерцию. Такого плана. То есть из дикой природы кораллы, живые камни, никто забирать просто так не может, потому что это все наказывается. У тебя клиенты же есть уже, да, которыми ты постоянно работаешь. Это люди более состоятельные, я так понимаю, да, финансовые? Ну, да, не обязательно там сильно состоятельные. То есть есть люди, которым просто это интересно. Они всегда могут у меня прийти проконсультироваться. Я им подскажу, как правильно сделать. Если у них не получается вот за миг, тогда уже приеду и доделаю. Но это не так глобально, баснословно стоит, как всем кажется. А что дороже? Рыбки, вода, кораллы, либо же сам аквариум? Морской ты мечтаю? Морской, морской, морской. Ну, в принципе, если обычный, то... Я думаю, большинство хотело, кто это визуализирует. Морской это, в принципе, дорого. То есть собрать там аквариум литров на 30, чтобы там было красиво, чтобы там были хорошие живые камни. Какой-то вкусенький. 30 литров, это вот 30 на 30 на 30 кубик, это 27 литров получается. Вот такой вот аквариум, где-то порядка, там, ну, до 3000 гривен можно собрать. Угу, немало. Это с рыбками. Это там будет пару клоунов, это будут живые камни, какие-нибудь там кораллы несложные. Ну, в то же время все равно красиво, интересно. Ну, там, каждый сантиметр аквариума живой. Это немножко Индонезия у тебя дома получается. Скорее Красное море. Красное море. Да, Красное море. Этим интересуются, не знаю, там, либо же ребята-бизнесмены, которые... Очень много бизнесменов и много людей, которые госслужащие, допустим, на больших чинах. То есть это отдых, когда приходишь домой, смотришь на рыбок. Это даже не отдых дома, это отдых на работе в кабинете. Релакс такой в рабочее время. Да, да, да. Потому что работа напряженная у людей, много вопросов приходится решать одновременно. И нужно как-нибудь от этого отвлекаться. Какие самые экзотические рыбки тебе приходилось заселять в аквариумы полтощан? Ну, самые экзотические. Хирурги, морские хирурги. То есть там есть белоруды, королевские хирурги. Они со скальпами плавают? Нет, у них возле... Со скальпами плавают, со скальпами. У них возле основания хвоста у них есть такой вот, как бы, шип. И в случае опасности они могут даже нападать на дайверов. То есть они этим шипом конкретно режут. Есть разные виды хирургов. То есть там, ведь самые большие, там, больше метра растут. Там, те, которые в аквариумах используются, они чаще не такого большого размера, но более красочные. И сколько цена вопроса такой рыбки? Ну, 4 тысячи, 5 тысяч гривен. Ага, в гривне. И сколько она живет? По-разному. Может прожить несколько месяцев, может прожить 5-10 лет. Не, ну если хорошо ухаживать, сколько, 5-10, да? Вопрос даже не в уходе, а в том, что рыб морских чаще всего их не размножают. И вот рыб ловят в дикой природе. То есть в основном это идет контрабанда, потому что официально рыб запрещено вывозить. Но, тем не менее, умудряются. И травят их от химии. То есть, чтобы их ловить, их же не сидят там с удочками и ловят. Это засыпали химию в воду. Какой рыбе попало больше, та сразу умерла, какой попало меньше, та пожила у кого-то в аквариуме и умерла через 2 месяца. Которая попала совсем мало, та живет нормально долго. Ого, какой отбор интересный. Да. Суровый даже, я бы так сказала. И, ну, порядок цен, то есть, опять же, дорого, не потому что там, в принципе, это дорого. Там, где их отлавливают, там рыбка стоит максимум 10 долларов. А пока она доезжает к нам, это уже цена превращается в 150-200 долларов. За счет того, что это все незаконно. А какие самые популярные рыбки? Клоуны. Однозначно, клоуны – это самая популярная морская рыбка. Рыбка Немо. Ага, они прикольные. Мультик все видели, я думаю. Ну, и дори вот это вот. Они тоже морская вода, да? Да-да-да, морская вода. Но этих рыбок размножают в аквариумных условиях. То есть, есть даже ребята у нас в Кимичуге. Александр, там он первый, насколько я знаю, размножил. Ну, такое. А это надо тоже какие-то же условия создавать большие аквариумы, большая церковь? Очень сложно выкормить. То есть, не так сложно получить нерест от этих клоунов, как сложно выкормить малька. Там нужно определенный вид зоопланктона кормить определенными видами фитопланктона. И только потом им можно кормить малька и этих клоунов. А кроме рыбок, чем еще экзотическим наполняют аквариумы? Креветки, я слышал. Креветки очень красивые. Причем, креветки, они чаще всего не только красивые, они еще и полезные. То есть, есть креветка доктора, которая там обирает паразитов с рыб. Есть креветки, которые... Есть их полезные. Есть креветки, которые состоят в симбиозе там с актиниями. Они тоже ухаживают за актинией, там почищают, убирают с нее паразитов, значит ей поесть, а актиния в свою очередь предлагает вот такой креветке защиту. Морской конек, я еще слышал. Ну, коньков, кстати, в аквариумах не очень часто держат. То есть, это больше экзотика, у них там специфика такая, что с ними же... Ну, кораллов нельзя выращивать. То есть, они не любят сильного течения, а кораллы наоборот любят. А у вас есть дома коньки? Нет, нету. У меня клоун есть. У тебя большой парень дома? На 100 литров. На 100 литров, это один, да? Я просто слышала, что у тебя дома там еще и озерцу какой-то есть. У меня ребенок был в гостях, когда он тогда рассказывал, что там тоже что-то... Нет, там есть товочек небольшой, да, там карасей много. А сейчас планирую еще на территории сделать пруд с карпами коя. О, карпы классные. Это вот эти что? Красные цветные? Цветные, да-да-да, японские карпы. Это просто, чтобы смотреть, и гладик радовался. А они зимой как? Спокойно, если глубина пруда больше двух метров, то не промерзает зимой спокойно. То есть, они красивые, экзотические, но тем не менее, они прихотливые. Я вот слушаю вы с химией. По-видимому, вы в своей сущности химик, да? Почему? Потому что надо же понимать, вот это химию самой воды, вот этих... Ну, вода это вообще самая сложная субстанция. Вот в нее можно засунуть самое максимальное количество химических элементов, и они там будут как-то взаимодействовать в любом случае. Ну, там в принципе ничего сложного. Там участвуют 7 элементов, которые чаще всего нужны. Это аммиак, нитрит, нитрат, фосфат. Для меня теплый вес. Главное, чтобы этому не пили все. А чаще всего пьем. В Полтаве, ну, не такая хорошая вода, как всем кажется. Да? Так, я на Водоканале раз в неделю бываю, мне рассказывают, что там отличная вода у нас. Не, в принципе... По сравнению с другими? С другими городами, да, у нас вода неплохая. Но в нашей воде вот много натрия, и это очень плохо сказывается на сердечно-сосудистых системах. То есть, почему вот в Полтаве много инсультов и всего остального. Это наша отличная вода. Ух ты. А вы скажите, вот у вас есть гарантийное обслуживание? Ну, когда клиент вот приобретает у вас, да, вот вы сделали полностью, я правильно понимаю, оформили аквариум, все, отдали человеку, человек остается довольным. Потом он к вам обращается, там, кто-то умер, где-то что-то не нравится, растение может какое-то изменить. Ну, чаще всего аквариумы, которые я оформляю, я их в дальнейшем и курирую. То есть, очень мало людей. О, я о чем и спросил. Да, то есть, это регулярное обслуживание, там, техническое. А на сколько регулярно? Ну, в зависимости от аквариума. То есть, если это морской аквариум, то в некоторых случаях это может быть раз в две недели, раз в месяц. Если пресный аквариум, там, опять же, пресный аквариум бывают разных типов. Бывают там с хищными рыбами, которые там, сам акцент на рыб, которые яркие, красивые, крупные и уже меньше на декор. Либо же аквариумы с растительностью живой, то есть, живыми аквариумными растениями. Там идет упор вот именно на растения. Вот с растениями приходится ухаживать как можно чаще, потому что их приходится пропалывать, как-то оккультуривать грядку эту, если так ее можно называть. А это нужно делать где-то раз в неделю. У вас, я правильно понимаю, это хобби, переросшее в бизнес? Это не совсем бизнес, это скорее доработка и больше хобби. Мне интересен больше аспект дизайнерский, чем зарабатывание на этом денег. То есть, ну, очень много идей, очень много хочется попробовать. Самые экзотические дизайны, которые тебе заказывали аквариумов? Самые экзотические? Ну, не знаю, там машину поставим, я, пожалуйста, ржавую посреди аквариума. Нет, был у меня интересный клиент, ну, точнее, клиент и сейчас есть, и аквариум этот сейчас есть. Аквариум был предназначен для того, чтобы мотивировать хорошо работать сотрудников. Сотрудников это большая организация, которая занимается сельским хозяйством. И вот он хотел мотивировать своих сотрудников так, что вот если не выполнили там какой-то план по работам, или минут на пять засовываешь руку в аквариум, в котором плавают пираньи и там череп коровы, или снимается премия. То есть вот специально череп коровы пришлось обрабатывать именно для этого аквариума. Вываривать это потом, да? Нет, опять же, все рядом с природой, можно это все сделать намного проще, не вываривать его очень долго. Это просто берет собак, ложится туда голова коровы и опарыши. Они очищают все мясо очень быстро. Природно. Да, природно и никакой химии. И череп после этого дольше держится, потому что если его вываривать, то каждую косточку нужно будет потом как-то скреплять. А так он держится сам. Вы говорите опарыши. Чем кормят обычно? Вот в морском аквариуме. Морские, ракообразные там есть. Они есть в продаже как-то? Да. Но это чаще всего сухой, наверное? Нет, замороженный. 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 Есть, конечно, там заводские предложения сухих кормов, сбалансированных. Но все равно популярнее всего идет замороженный корм. Он на нем и рыба, и живет лучше, и растет лучше. А сухие корма, они больше как для стимуляции окрасов. Самый большой аквариум, который вы оформляли? Ну, наверное, тонна. Это в квартире у кого-то? На седьмом этаже. А если это вот как-то? Ну, вот как-то. Это на всю стену получается почти, да? Да, это стена. Это метр семьдесят на метр десять высота и сорок ширина. И что там происходит? Что человек туда запустил? Хозяева иногда купаются, когда скучно. Какая рыбка там? Морские. Морские большие? Да, там до пятнадцати сантиметров рыбки разные. Упор в основном на хирургах идет. И дополнены там всякие мелкие бычки. И там и зелень? Или это просто сделано таким образом ширина? Нет, это рыбник с небольшим упором на кораллы. То есть кораллов там не так много, там больше акцент на рыбу. На рыбу, да? А какие рыбки плавают? Клоуны. Клоуны. А морской ежик, он ядоитый, да? Как вот это вот и говорят? Да. То есть его пальчиком нежелательно. Ну, у меня тут ведь ежик, у которого колючки очень маленькие. Я с ним, в принципе, не контактирую. Но вообще нежелательно, да. Самое страшное, это морской столбняк, от которого у нас нету просто вакцинации. То есть можно... То есть можно... От чего нету вакцин. Еще такой вопрос. Если брать там обычный аквариум, оно пресная вода, а какие секреты, чтобы он дольше жил и лучше функционировал? Ну, кроме того, что забывать про него нельзя. Ну, про него нельзя забывать. И главное, его правильно обслуживать. То есть правильно обслуживать это раз в неделю менять треть объема воды. То есть если это небольшой аквариум, это не так уже и тяжело, и не так долго. Вода должна быть отстойная, неотстойная какая? В принципе, если там нету живых растений, то можно брать воду прямо из-под крана. Пользоваться специальные кондиционеры есть для обеззараживания воды. То есть они убирают хлор, тяжелые металлы и все остальное. Это до, ты его туда капнул, а стояла водичка? Это набрал водички, туда капнул, перемешал и можно уже использовать в аквариуме. И главное, фильтр в аквариуме, то есть тот, который там выполняет фильтрацию, он не только там убирает всякую грязь, муть, но на нем живут полезные бактерии. И вот чтобы этих полезных бактерий не смывать, нельзя губку этого фильтра мыть под проточной водой. Только в той воде, которая следует из аквариума, и то без особого усердия. Борь, вот скажи, где тебя найти? Я думаю, люди, которые посмотрели данную передачу, да, Доброе утро. Да, кто захотел там, возможно, аквариум себе. Проще всего найти меня в магазине на основке мелькомбинат, адресный БСН-161, зоомагазин «Живая планета». Там и аквариумы, и рыбки. И аквариумы – это самый большой ассортимент, который можно найти в городе Полтава по аквариумистике. Там есть все. И еще последний вопрос. За последнее время цены на аквариумы очень сильно поднялись, на рыбу? Ну, последнее время. Ну, с долларом, я так понимаю. Да, 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 все танцует от доллара, то есть в основном это все зарубежные товары, и поэтому все равно придется к доллару. Ну, всем тогда доброго утра. Спасибо тебе за то, что ты к нам пришел. Всем доброго утра. Заводите себе рыбок, они поднимают настроение и выбирают депрессию. Ну, верно же, да? Да, да. До завтра.